И всем привет ребят, с вами Бестер Вальки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки обзор новых устройств, которые мне наконец-таки выдали. Сегодня начнем обзор самого, как по мне, имбового устройства, которые пробивают у нас, я так понимаю, броню, резист и даже купол. Это устройство на фреза, которое называется... Как оно у нас называется? Как оно у нас называется? Оно называется у нас токсичная смесь. Короче говоря, это устройство я уже чуть-чуть потестил, в закрыточке поиграли, посмотрели. В общем и целом, это жестко. Это реально жестко, вот если вам просто сказать, это жестко. Я не знаю пока что, как оно сейчас покажет себя в матчмейкинге, но исходя из того, что я увидел по данному устройству в закрытке, когда мы просто дамажились и смотрели, насколько сильно дамажит данный фриз. Я просто офигел. По моим расчетам, фриз, если дамажит без данного устройства по противнику, да, у которого есть защитник, и после дамажит с этим устройством по тому же самому защитнику, имеет на 70% больше урона. То есть, если обычный фриз по защитнику наносит 100% урона, то фриз с этим устройством наносит 170% урона с тем учетом, что у него уже нет дополнительной брони, да, то есть броня не чувствует этот фриз, броню не чувствует этот фриз и, соответственно, не чувствует защитник. Если же противник без защитника, то процент там около 20, больше у этого фриза, но при всем раскладе, то есть, если у противника, например, нет расходки, и вы бьете этим фризом по типу, который без расходки вы там, например, дамажите в него какое-то определенное количество урона, то, по сути, у вас фриз как бы наносит меньший урон. Но, как только расходка появляется у противника, плюс там купол, плюс защитники и все в этом духе, то этот фриз сразу же активизируется как пушка, которая уже как минимум в полтора раза сильнее дамажит. То есть, вот мы имеем обычный фриз, мы берем это устройство и получается у нас фриз x полтора, даже может чуть больше. Поэтому, я уже, наверное, больше ничего говорить не буду, сейчас уже запикиваемся в каточку и уже на деле смотрим, что из себя представляет этот фриз. Мне он показался нереально жестким и если сейчас пикнет еще довольно неплохие карты, поиграем именно на викинга фризе, то будет интересно вообще посмотреть, сколько я смогу-то подамажить вообще, в принципе, сколько я смогу подамажить. Устройство, кстати, выглядит как знак вопроса, я не знаю, почему именно знак вопроса, но, наверное, не суть важна, поэтому просто начинаем давайте дамажить потихо и смотреть, что да как. Что касаемо заморозки, то заморозка у данного фриза максимально плохая, максимально вообще плохая. Практически противника не морозит, но я думаю, что это, наверное, не самая главная там проблема, да, и говорить о том, что там если там не морозит, то это полная шляпа. Ну вот вы видите, да, типа по 250 урона я наношу и как бы наношу, что по ДАшному танку, что по без ДАшному танку по 250 урона, конечно, ну жестко, ну жестко, друзья, я немножко приофигел и это реально жесткий pay to win, жесткий pay to win, то есть, ну вот, вот смотрите, ну что это такое, ну ты просто можешь там хавать аптечки, можешь еще что-то делать, но этот фриз тебя будет просто уносить, как я не знаю, как мусорку какую-то, он просто будет тебя уносить, ты ничего с этим не сделаешь, как бы ты бы не хотел бы сливаться об него, ты все равно будешь уходить на резку. Вот смотрите, я без ДАшки наношу по 130 урона в секунду, то есть у этого у вас по там настолько быстро хпшка уходила, да, то есть если у меня дропнет какую-нибудь маленькую карту, где будет большое количество противников в одном месте, я буду играть на фризе, ну это до свидания, просто до свидания, то есть столько урона, сколько он будет выдавать, то есть по сути жига будет, короче, это самое жесткое, то есть вот пока не появляются устройства, это самое жесткое вообще, что может быть по урону вообще, в принципе, то есть сильнее по урону ничего нет, просто абсолютно, да, может там где-то вам не будет фартить там с карты, еще с чем-то, да, то есть и там я, например, сейчас там не займу какую-то там супер-мега-крутую позицию по очкам, да, или там еще что-то, но если сравнивать по урону, который вы будете наносить по противнику, то больше чем этот фриз по любому танку, который имеет расходку, с любой пушки вы не нанесете, то есть, ну вы понимаете, это жопа, это просто жопа, я когда, короче, увидел, еще будет неплохо, если поиграем против всяких игроков, которые будут играть на титанах, да, там, и у них будут всякие, например, куполы, да, когда я буду просто в куполы дамажить максималочку, это тоже, я думаю, что по моральке-то будет бить игроков очень жестко, то есть, по сути, титаны нерфятся, да, с этим, с этими новыми устройствами, так же, как и любой другой игрок, который играет с расходкой, да, то есть, ну, главное бегать просто от этого фриза и не попадать под него, потому что он хочет делать, что он хочет, он нарез хочет, он просто хочет нарезать, поэтому как-то так, друзья, как-то так, дальность у фриза такая же самая остается, как и была, то есть, вы игнорируете резисты, гонорируете защиту, понижается урон, ну, то есть, он становится поменьше, чем тот урон, который у вас, как бы, стандартный, дефолтный, да, но, в общем и целом, это по урону, ну, просто дикое им веще, и, ну, тут, тут, как бы, кроме как pay to win, я ничего не могу сказать, вот, абсолютно ничего, поэтому давайте попробуем запотеть, хоть и на такой карте, попробуем сейчас покилять немножко побольше, желательно именно подамажить по танкам, которые, вот, например, с дашками, кота, да, то есть, ты дамажишь, как будто у него просто брони нет, ты не чувствуешь, да, для тебя все танки, вы, просто без расходки, то есть, брони у него нет, ну, ну, может быть, он забыл ее там прожать, думаете, да, типа, а, ты, наверное, забыл прожать броню, наверное, да, типа, значит, ты броню забыл прожать, что ты как-то быстро, ведь, молодой, уходишь нарез, ну, вот, и как-то так все это дело и обстоит, это контрится, да, это контрится, но контрится все теми же новыми устройствами задано, поэтому все те ребята, у которых эти устройства начнут появляться, которые будут на них играть, первое время они будут реально жестко имбовать, и я надеюсь, что в ближайшее время в матчмейкинге я таких игроков буду видеть довольно мало, довольно мало, то есть, мне не хотелось бы играть против фреза, который не чувствует ни резист, ну, резист, как бы от фреза не так много, но это уже хорошо, да, но он не чувствует ни резист, он не чувствует броню, он не чувствует купол, он практически вообще ничего не чувствует, Он просто, ну, типа, знаете, как вот берёшь там и наваливаешь, и наваливаешь, да. Если бы ещё этот фриз бы морозил нереально жёстко, то можно было бы вообще говорить, что, ну, лучше пушки нет в игре, а так, как он не так сильно морозит, то я могу сказать лишь одно, то, что больше урона не нанесёт ни одна пушка. Да, мы будем тестить дальше другие устройства, но я останусь при своём мнении, то, что любое другое устройство, которое я буду одевать, оно будет хуже по урону, который я буду наносить в секунду, чем именно данное устройство. То есть, смотрите, АЖК, например, взял резист, он, я думаю, что просто офигевает от того, что у него ХП так быстро падает, потому что он взял 50% резист, и он думает, что этот 50% резист его будет спасать. Кстати, ноль урона-то сохраняется, то есть, я думаю, ещё и ноль урона не будет, как бы, полноценно. Смотрите, что он делает. Ну, вот что он. Ну, что за бред? А, мне богануло, что-то пушка не носила урон. Ну, вот как-то так, как-то так, друзья, как-то так, как-то так. Сейчас ещё одну каточку скатаем, но... С одной стороны, это очень смешно, весело, круто. А с другой стороны, когда ты понимаешь, что это всё задано, и то, что у тебя нет возможности приобретения вот этого всего, то становится очень сильно грустно. Ну, понятное дело, каждый ходит заработать, да, и все дела туда-сюда, но... Ну, это Pay2Win. Это определённый Pay2Win, как и во многих играх на данный период времени. Типа, ну, вот-вот-вот такие вот пирожки, короче говоря. Такие вот пирожки. Катку мы, походу, проиграли. Но я бы, наверное, хотел, чтобы мне просто дропнуло какую-нибудь небольшую карту. Если сейчас мне дропнет какую-нибудь небольшую карту, то будет очень-очень-очень неплохо. Будет очень неплохо. Но по 260 урона наносить птик по-любому противнику, который с расходкой. Если вы мне скажете, что это не жёстко, то я с вами не соглашусь. Так, ну, у меня, походу, крит ошибка. Сейчас я быстренько перезагружусь. С флэша называется. Решил записать видос. Уже в последнее время не так много видосов с флэша записываю. Ну, просто с HTML не совсем удобно заходить на этот тестовый аккаунт. Поэтому я решил записать с флэша. Ну, и надеюсь на то, что сейчас дропнет что-нибудь хорошее. Маленькую карту чисто под продувчик. Можно будет потом даже, наверное, через какое-то время этот фриз потестить, например, с васпиком. Да, то есть с лёгким корпусом, мне кажется, тоже будет очень прикольно смотреться. Блин, вот сейчас очень обидно, что они захватили эту точку, потому что если бы они её не захватили, то было бы очень хорошо. Я бы мог бы успеть ворваться и, например, задамажить всех типов. Это было бы найс. Ну, ладно. Не в этом, наверное, суть. Не столь важно. Но сейчас ещё купола, я думаю, пойдут. Если у противника пойдут купола, это будет очень хорошо. Это будет очень хорошо. А что будет, если, например, взять бустера ещё, друзья? Думали об этом? Или кризиса? Кризис-то у меня есть. Но я не решил, как бы, уже кризиса не брать, потому что это было, наверное, люто. Лютая тема. И теперь я взял бы ещё бы кризиса сверху. Кризис я решил не брать. Но резист не чувствует. Броню не чувствует. ХП-шки бы чуть побольше мне бы у викинга было бы. Сейчас бы я их бы неплохо так унёс. Там их просто чуть-чуть большое количество стоит. У меня что-то команда вообще никакая. Обидно немножко в этом плане. Ну, а так. Этот фриз точно лучше, чем дефолтный фриз. На данный период времени на 300% я могу вам это сказать. Потому что он лучше, чем обычный дефолтный фриз. И что будет дальше? Понятное дело, что когда появится устройство от пробития, то эти устройства уже не будут иметь столь имбовый вид, да? Но их использование всё равно может быть актуально. В связи с тем, что, например, ты возьмёшь вот этого фриза, да? Начнёшь намаживать по противнику. Он возьмёт от тебя иммунитет от пробития. Ты потом, через какое-то время, берёшь, одеваешь ту же жигу с компактными баллонами, да? Одеваешь жигу с компактными баллонами. Начинаешь накидывать опять урон. Он берёт иммунитет, например, поджогает. И ты обратно берёшь этого фриза с пробитием. И опять начинаешь дамажить прям нереально жёстко. Ну, тут, конечно, ультра-сливная катка. Нас прям уж на респе держат. Ну, подамажить можно. Подамажить всё равно можно. Давайте подамажим немножко. Немножечко подамажим. Это всё-таки такое более... Более обзор на пушку и на то, что она показывает с этим устройством, нежели какая-то другая темочка. Конечно, хотелось бы для игрового видоса ещё и выиграть бой. Да, как бы первое место. Понятное дело, что я заберу при любом восхладе. Но бывают такие катки. Сами всё видите, это подкрывает. Счёт такой... Очень хороший счёт, что даже говорить по этому поводу не за чем. И, кстати, титанов против нет. Я вот так вам и не показал, что титан-то пробивает, но можете поверить мне на слово. Титан пробивает. То есть пробивает купол. А если пробивает купол, то считайте, что... Тот хорёк, который мы сейчас имеем, намного хуже, чем обычная пушка с устройством. И фриз будет актуален, как никто другой. В связи с тем, что, по сути, да, то есть не считая адреналин, ни одно другое устройство на этой пушке не нагибает. То есть, соответственно, до адреналина я играл на фризе всегда без устройства. То есть, соответственно, когда выходит такое устройство, оно уже автоматом становится лучше, чем обычный фриз. Потому что оно добавляет урон, да. Окей, оно там не морозит так сильно, так жёстко, но урона-то оно наносит намного-то больше. Соответственно, ну, как бы тут говорить даже не о чём. Вы просто, как бы, ну, поиграйте, посмотрите и сравните, да, урон, который можно нанести, да. То есть, я же не считаю, то, что я говорил вам, цифры, да, по проценту. Это я даже не считал с тем, что если бы я бы наносил по противнику, который с бронёй, да. То есть, я как бы считал от самого худшего исхода. А так, по сути, у вас этот фриз будет где-то в два раза больше наносить урон. Если не больше. Поэтому... С одной стороны, это грустная тема, что такие устройства выходят за донат. И то, что пытаются выжать максимум из этого всего дела, да. А с другой стороны, вот вам дропнет такое устройство, и вы, я думаю, что довольно неплохо кайфанёте, когда поиграете вот на таком фризочке, и поймёте, насколько жёстко можно разваливать. Ну, не на больших, конечно, картах, не на соликах, не на серпуховых, а на каком-нибудь песке, сандале. Блин. Один кайф будет уносить просто противник. Вот такой вот видеоролик, друзья, получился. Как я уже сказал, все устройства мне выдали, поэтому пишите в комментариях, какое устройство протестить следующее, посмотреть им будет, оно или не будет, будет ли вам это вообще интересно, поддержите данный видеоролик лайком, если на этом видосе набирается 150-очка лайкосов, как всегда. Выходит следующий игровой видос, посвящённый новым устройствам, потому что все устройства есть, я думаю, что потихой, потихой надо будет их все, конечно же, протестировать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok